Девушки отдыхают Мой папа знаменитый адвокат и вообще великий человек Моя мама другая история Она просто доктор и работает в приюте, который ей помог построить папа в стране Украины Моя мама родилась очень давно, еще в Советском Союзе Мы с братом знаем, что когда она была маленькая, она не имела электричества Лэп это просек в дикой тайге Где люди шагают навстречу бурге И делим мы поровну весь свой хлеб Вот что такое лэп Я конечно рвался сюда, для меня это был потерянный рай какой-то Но мне казалось, что я из этого видел Это будет звучать, конечно, пафосно, но Россию Та Россия, которую даже советский период не уничтожил Я здесь был, не помню, неделю, может быть, 10 дней, может, даже 2 недели Ирина Глебовна, моя сестра Ей надоело было со мной по Москве возиться Она хотела своими делами заниматься Так что она сказала, что есть такая у меня подруга, врач Она даже моложе тебя И она познакомила нас Скажу совсем честно, как перед Богом Через неделю мы знали, что мы всю жизнь вместе проведем Искала в интернете серый жемчуг Знаете, как недосягаемая мечта Нет, я совсем не хочу его купить или принять в подарок Он мне совершенно не нужен Мне нравится просто смотреть на него На его матовый блеск, на неправильную форму жемчужины Она была очень женственная Любила веера, кружева, оборки, плеченые корзины, лаванду Брошки с камеями И вообще изящные, старомодные женские принадлежности С умирающими бомжами, которые в парке умирают Я хочу, чтобы из них не лезли черви Родичка, ты поможешь, подъем? Все, 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 все Все, все, все А зато их не будет Все убрали зато Смотри, мы все и брали-то. Все, все червя выкинули, все, нету и больше. Все. Все, все, смотри, все перестань. Елизавета Федоровна, не зря я оговорился. Елизавета Федоровна, что, собственно, как бы является предтечей вот этого, как бы, служения. Елизаветы Федоровны, Глинки, мне кажется, что они очень какие-то связанные личности две. Это такая любовь, которая, как сказать, заставляет человека быть милосердным и вот любить другого человека, и в этом человеке полюбить вообще все человечество. Мне Господь дал прекрасную работу на этой земле. Исполни ли я ее хорошо или плохо, один он ведает. Но я буду стараться изо всех сил. И я влагаю свою руку в его. И иду, не страшась тех скорбей и нападок, которые приуготовил для меня этот мир. Лиза безумно любила свою работу, она делала это по призванию. Глеб Глебович, он никогда ее не упрекал, никогда ее не отговаривал от каких-то поездок. И это вот действительно такое мужское поведение, это сила воли, это тоже любовь безграничная к Лизе, к маме, к жене. И они делали огромную работу вместе с Лизой. Просто поддерживая ее и давая нам ту Лизу, которую мы получали, просто потому что вот они любили ее. Папа ушел на войну в литературном ополчении. Это было такое достаточно известное ополчение. Они брали свои охотничьи ружья, сапоги и до войну. Он, кстати, есть мемоары, которые говорят о том, что он многих выводил, потому что он был охотник. И он имел в лесу. Он не был таким гнилым интеллигентом. Но они попали в какую-то осаду, и он попал в плен к немцам. Потом американцы освободили их. И, естественно, возврата уже не было. Были несколько тайных положений Ялтыновского соглашения, когда конференция была, и они достигли согласия, как разделить мир после войны. И один из положений был, что все те, которые были советские граждане с какого-то даты, их нужно вернуть в Советский Союз, если они окажутся в зоне англичан или американцев. И это было жутко. Это было достаточно жутко. Их выдавали, особенно англичане, их просто обманывали, говорили им, слушайте, вы сейчас передадите, казаками особенно, вы сейчас ваше оружие передадите нам, и все будет хорошо, мы вас выведем в американскую зону. Их оманули. И они сами не могли поверить, что английский офицер может соврать. А американцы в их честь как раз тогда, это была другая Америка, чем та, которая, на мой взгляд, Америка превратилась. Но в тот период американцы, например, они спрашивали, они говорили. Интересно, такой адвокатский момент. Нет. Если вы были советским гражданом после такого-то даты, если вы были в Советском Союзе, тогда мы обязаны вас перевести, передать советским представителям. А если нет, тогда вы можете остаться здесь. Скажите, пожалуйста, а какой дата? Мы понимаем, что у вас документов нет. А какой даты это произошло? И, конечно, и даже когда они бежали, в американцы стреляли в воздух. Ну, по воспоминаниям, а англичане совсем иначе себя вели. И папа, конечно, попадал под этой нормой. И мама, которой была полька, его выручила, по сути. То есть, как они рассказывали, не знаю, сколько здесь мифотворчества, но они притворили, что он глухонемой. Она за него все отвечала, и они так проходили. И, наконец, оказались во Франции, в американской зоне, и потом во Франции. Из Франции в Бельгию, потом из Бельгии в Америку. Папа там работал скульптором. И, конечно, по профессии он был поэтом. Все не впопад и не подстать. Бессмысленно и грустно стихи в Америке писать в чужой стране по-русски. Как рыба жабрами дыша в холодном океане. Пусть молча плавает душа, пусть сердце камнем станет. Он жил за границей в 35-40 лет, как в гостях. Абсолютно все было ему чужое. Он жил среди русской эмиграции, только ходил в церковь, читал русскую газету. Тогда была она новое русское слово. Общался только с русскими. Когда приходили новые мигранты, он говорил, на основании какой дезинформации вы все-таки покинули Россию. Это типичная его такая ехидная фраза. Он выучил. Я так раньше говорил, но он ухитрился не выучить английский язык. Вообще. То есть только несколько слов. Значит, thank you. Goodbye. Когда первый раз я попал в Москву в 80-е, начало 80-х, начало перестройки, я удивился, насколько все мне было знакомо. То есть даже какое-то ощущение было дежаву. Потому что мы так и жили. Ну, у нас был... Когда я ходил в квартире, комбинация, у меня было ощущение, что я в каком-то другом пространстве. Там все открыто, окна, светло. Никаких книжных полок, никакой, конечно, красный угол с иконами, ничего там подобного. Все так светло, открыто, чисто. А у нас везде бардак какой-то книги, телефон, буквально телефон звонит по проводу. Нужно понять, где он, вот каких бумаг у него. В Комсомольской правде, по-моему, еще и со второго года, есть статья о том, о глинках. И в том числе о том, как папа героически погиб в очистной войне. Долго у них не было основания сомневаться в этом. Потом, где-то в 80-х, когда уже доходило до советских граждан, по крайней мере в Москве, сведения о том, что есть такой Глеб Гленька, он пишет стихи, он печатается в новом журнале, это эмигрантский вариант нового мира. И, скорее всего, он, значит, жив. Изначально, и это, как я понимаю, это сводная сестра немножко испугала, потому что она получала у Литфонда, как семья и вдова, какой-то субсидии. И они действительно боялись это потерять. Но потом они послали все-таки это письмо. И это была первая вестка от дочери отцу. То есть это дочь от первой жены папиной, которую он оставил в Москве, когда он ушел на войну и когда не мог вернуться. Я сказал, ну, слушай, папа, ну, я хочу все-таки съездить. Дай мне благословение на это. Вы с папой были на вой. Папа с мамой был на вой. Они... у них были отдельные комнаты, то есть он к ней приходил. Как это... у Ахматовой. Мы жили, как при Екатерине. Молебны служили. Урожая ждали. Действительно, в какой-то мере эмигрантская русская жизнь была более русской, чем, ну, по крайней мере, в тот момент в России. И он дал благословение. Мне показалось не особенно охотно. И я тогда приехал к ней сюда. У нее была близкая подруга. Молодая врач, которая кончала... Она еще даже полноценным врачом не была, которая кончала мединститут по педиатрии. Это была Елизавета. Меня назвали Елизаветой в честь папиной матери. Внешне я похожа на маму и переняла от отца только цвет глаз и некоторые черты его характера. Я была единственной дочерью, и баловал он меня в детстве сильно. У него сохранились все мои детские рисунки, все открытки, которые я ему дарила на праздники. Помню, что почти всегда носил меня на руках, если мы шли в гору или когда я капризничала. К моим братьям он был более строг, но любил их не меньше. У меня остались до сих пор воспоминания об огромной немецкой кукле – Насте, подаренной на шестой день рождения, и кукольном домике с деревянной мебелью, которую в то время я даже не знаю, где родители нашли. Но самый прекрасный подарок он сделал мне сам. Моя первая врачебная печать. Он сделал ее из сырой картошки, вырезав ножиком доктор Лиза. И я ставила штампы на кукольные рецепты фиолетовыми чернилами. Мне было пять лет. Когда Лиза была маленькая, и они с мамой шли из булочной, и на улице валялся пьяный. И мама Лиза остановилась, достала деньги и засунула ему в руку эти деньги. И Лиза сказала, мама, зачем ты ему помогаешь? Она сказала, Лиза, потому что ему, кроме меня, не поможет никто. У нее мама была врач, Галина Ивановна. Она работала в четвертом управлении. Елизавета начала работать у мамы в четвертом управлении. Ну, просто как в ординаторской. Я уже забыл, как это называется по-русски. Но сам я такой, даже не медсестра, а просто помощник медсестры. Когда она училась в мединституте, мама ее устраивает. А главных влияние на нее даже была, наверное, не мама, а дядя Саша Александра. Наверное, никого из своих родственников я не любила так, как его. Мой дядя Саша. Он был младше мамы на несколько лет. Педиатр. Это под его влиянием я стала врачом. Помню, как меня маленькую он водил куда-то на день медика. Помню, как дарил мне подарки на дни рождения и ни разу не забыл поздравить меня. Это ему я доверяла свои первые секреты и свою самую первую любовь. От него мне достались очерки гнойной хирургии и воины Ясенецкого, которые я храню до сих пор. Он приучил меня пить крепкий чай, научил говорить с родителями больных детей. Я думал, что я все об Елизавете знал. Все-таки 30 лет, да, бок о бок. И один из таких фактов, который меня удивил, это, что она крестилась в старообрядческой церкви. А как раз Саша Александр, он старообрядец был. У него супруга была, говорят, невероятная красавица, умница. И она очень рано скончалась. Вот рака, и после этого у него жизнь распалась. То есть он стал пить, и наша русская болезнь. Перед тем, как стало окончательно понятно, что я уеду из России, я долго не могла сказать ему об этом, потому что боялась. Что, не могла в Москве замуж выйти? Вздохнул он. Я хотел здесь остаться, и она мне, я тоже помню, она сказала, она использовала, кстати, немножко более острое слово, но она сказала, ты что, с ума сошел? Ты здесь не выживешь. В конце концов поехали в Штаты, там венчались, в зарубежной церкви, в Бостоне. Один ребенок здесь родился. Это Константин, он москвич. А второй, Алексей, родился в Вермонте уже. Ее радовало, конечно, то, что она была дома, что дети приходили из школы, они пешком, там же в школу, и потом пешком приходили домой. И что такая, я не знаю, как это сказать, гармоничная, унитарная жизнь в прекрасном огромном доме, и посреди природы сказочной красоты. И мы были очень счастливы. Но у меня было ощущение, что она надо работать. И, к счастью, недалеко от этого места был хоспис. Так что я сказал, Илья, давай пойдем, может, тебе это будет интересно. И мы с ней пошли в этот хоспис, она была ошеломлена. Там, в каждой комнате, или один человек, или два. На двери фотография. Человек, который в этой комнате, и маленькая биография. Он фермер, родился в таком-то году. Такой-то, и очень любит этого, и так далее. И это трогательная и подлинная забота о личностях. Святые везде, свежие. И в следующий раз, когда мы в Москву приезжали, и тогда была такая Вера Васильевна Миллиончикова, тоже женщина удивительная, и с той же плеядой, как и Низавета. Тогда только начинался первый московский хоспис. Его, по-моему, только построили на спортивном месте. И мы пришли к Вере Васильевне, она ей в кабинет. И она сразу решила, это то, что я хочу, я хочу этим заниматься. Я же не знаю, что они испытывают. Они все умирают по-разному. Есть больные, которым очень страшно, которые успевают сказать, я боюсь, подержи меня за руку. Или покачай меня. Просьбы странные бывают. А есть те, кто так мирно уходит, как говорят, дыхание отлетело. Дети так умирают. То есть просто засыпают. Поэтому для меня это что-то очень непонятное. Собственно, я не задаюсь этим вопросом. Моя цель сделать, чтобы это было гладко и безболезненно для больного и для людей, которые его окружают. Спроси мама, не могла бы она время от времени присылать виноград. Это для моей туберкулезной лечебницы. Он так нужен этим бедным, умирающим созданиям. При постоянном кашле и кровохаркане у них нет никакого аппетита и противный привкус во рту. Это заведение тяжко посещать, потому что выздоравливают здесь немногие. Мои сестры умеют работать, и мы все делаем с верой. Великое назначение нашей обители и сестер – оказывать христианское милосердие именем Православной Церкви. Да хранит тебя Господь, твоя любящая тетушка Элла. Вера учит терпеть, когда видишь эти тяжелые смерти. Вот была нормальная семья. И за три месяца в ней остался один человек. Раздавленный, потерянный. Я себя убеждаю в том, что так надо для чего-то. И если мне непонятно, за что и почему с людьми такое происходит, то Богу уж точно это понятно. В этом единственное утешение. И это позволяет мне опускать руки и работать дальше. Ведь если бы я могла знать замысел о другом человеке, то какой смысл работать и помогать им. А потом случайно позвонили во фонд, и кто-то сказал, что тут бомж, который очень больной, бездомный. И она пошла и увидела, что его, конечно, изначально не нашла. Но нашла целый такой мир этих бездомных. Не по масштабу, а просто скрытостью. На вокзале, где они жили, у них свои там... Действительно, такой надземный, подземный мир. И она была потрясена этим. И обещала вернуться. Там два, которых нужно перевисать, и что-то с ними сделать. Медицинская справа, я вернусь, я вернусь слева. И так появился Победецкий вокзал по следам. А что, не бойся, не бойся. Третья группа. А в принципе, еще генсилофатия головного мозга. Генсилофатия головного мозга. А ты подходил к юристам нашим? Нет. А пойдешь со мной? С вами пойду. Со мной. Я не отойду от тебя, не бойся. Идем. Да я не боюсь, просто у меня замедленная реакция. Ничего страшного. Как тебя зовут? Игорь. Игорь, садись, говори. У меня третья группа. Это болезнь Паркинсона. И не салфотек. Видите, еще Антуан Десент-Экзюпери, он в разговорах маленького принца Элиса, как бы эту тайну открыл. Он сказал, что самое главное, невозможно увидеть глазами. Давай так, я его и пойду сразу тебя. Потерпишь три минутки? Давай? Давай, иди. Давай, голова, заходи. Вот эта ответственность, собственно, за того, кого ты приручил, тайной этой ответственности является любовь. Высшая любовь. Не просто вот та, когда любовью называют очень многие явления, которые, может быть, вообще нельзя любовью назвать. То есть это все равно такие, как сказать, вот, если приглядеться внимательнее, то эта любовь, она как бы подразумевает какую-то выгоду для себя. А вот бескорыстная любовь, она настолько редка сейчас в нашем мире. Так, Танюша, заходи. Тебя ждет. Стоять, стоять. Ой, Сереж, держи. Ох, Танька. И я тебя люблю. Ну, мне жалко. Мне жалко. Мне вообще нравится работать с иным. Мне нравится работать с иными, вот с другими, с не такими, как все. Мне нравится помогать тем, кому уже не поможет никто. Мне просто это нравится. И она видела в каждом образ и подобие Божие. Какой бы он ни грязный, какой бы ни волючий, какой бы ни злой. Или в каждом. Любой бездомник, когда-то был чей-то ребенок точно такой же, как мы с вами. Потому что мы все рождаемся. Все до единого. Одинаковые. Хорошие. Она же насыщалась этой любовью. Сколько бы она ни отдавала, вот это было видно. Она от этого приобретала какую-то крепость и силу. Вот в чем дело. Я как-то ходил с ней на такую встречу на вокзале Павелецком. Это было крещение. Вот она попросила там, значит, как бы с крещенской водой. Это очень любопытно было наблюдать, как она с ними общается. Да, да, да. Это вы их всех крапили. Они кричали, батюшка, сюда. Вот сюда еще покрапить. Многим кажется, что я взяла неподъемный крест. И либо когда-нибудь пожалею об этом и сброшу его, либо рухну под его тяжестью. Я же приняла это не как крест, а как дорогу, полную света, которую указал мне Господь после смерти Сержа, и которая много-много лет назад забрежила в моей душе. Не знаю, когда. Кажется, мне с самого детства очень хотелось помогать страждущим. Прежде всего тем, кто страдает душой. Я верю в понятие русской духовности. Я верю в понятие милосердия не по моде, не по веянию, а по велению души. Вот я думаю, что... Вы знаете, какие традиции благотворительности были у России до революции. Сейчас мы видим кусочки их возрождения. Вот это. И не псевдопатриотизм в вывешивании флагов, а истиной. Да, вот и можно назвать его, да. Я не призываю вывешивать там русские флаги на каждом балконе, а вот именно преданность своему долгу, преданность своей родине. Она приехала без меня и навестила родителей. И уже собиралась в этот день обратно. Она ехала в Череметьево. И получила звонок о том, что мама ее... У нее был инсульт, и она в коме. Она, конечно, сразу к ней. И она оказалась в институте Бурденко. Действительно полный кома. То есть... Елизавета была убеждена, что какие-то признаки жизни у нее было. Врачи говорили, что это невозможно. Она видела, как она мизинец поднимала, и с ней разговаривала постоянно. Готовила, покупала какое-то мясо невероятно. Дорогое в азбуке вкусе. Это было любимое мясо Галины Ивановны, мамы ее. И потом с утра просыпалась рано-рано, прорабатывала через жуткой громкой мясорубке, чтобы через зонт кормить ее. Прекрасно зная, как врач, что у нее никакого вкусового ощущения не могло быть. Когда это через зонт воспринимается. Но она это делала каждый божий день. Вот через страдания мамы она поняла, что она не может больше жить для себя. Как сказать, какие-то от жизни получать дивиденды. Хотя там все уже было благополучно. В принципе, человек жил в Америке. В смысле материальном и в каком-то таком социальном все это было абсолютно гарантировано. Вдруг она отказывается от всего. Но вот после смерти мамы для нее это открыло какую-то главную истину. А с Илюшем познакомились с моим? Идем познакомимся. Илюш, и это Нюська. Нюська, и ты, Илюша. Это мой младшенький. Из Саратова я установила. Безменный. Хорошенький. Действительно. Я люблю умирать. Скажи, как? Помню, как она пришла домой и стала мне рассказывать о судьбе Ильи. У него очень тяжелая была судьба. Он потерял двух родителей. Потом бабушка у него была. Это очень тяжелая судьба. И я помню, что это меня стало. Не сразу, а достаточно рано в ее рассказе, очевидно. Я так сказал, ты хочешь его взять, да, к нам? Он сказал, ну, ты не против? Я так сказал, ну, конечно, нет. И все. Братья его полностью приняли, кстати, чего мне очень обрадовало. Ну, все-таки они мамины садовья. Она всегда шла за бедой. Она всегда шла за пациентом. Пожары, значит, будем помогать на пожарах. Наводнение в Крымске, значит, полетим в Крымск. Война на Донбассе, значит, надо помогать детям Донбасса. Начиналось исключительно с эвакуации раненых и больных детей. И была выстроена нами схема, которую, в общем, мы сочли на тот момент очень удобной. Это подготовка списка детей здесь и их организованная эвакуация с предварительной договоренности с клиниками Москвы, куда их принимают на лечение вместе с родителями. Вывезли мы 110 деток на лечение, из которых большинство вернулось обратно. И порядка 37 детей продолжают находиться в Москве на лечении и ждут операции и реабилитации. Я участвую, конечно, в хосписе и так далее. Но она, наоборот, меня старалась вот этого ограждать. И по нескольким причинам. Не столько, чтобы меня защитить, но ей тоже нужно было, мне кажется, какое-то такое пространство, которое, ну, наше, исключительно наше такое, семейное, даже не семейное, а как муж и жена. Она очень много все-таки горя пропускала через себя. Я редко плачу, когда вижу, по-моему, один раз в жизни я здесь заплакала. Тяжело больной ребенок прислонил ладошку в стекло, и дед, который оставался здесь, вот под взрывами, свою ладонь через стекло, и они держались до тех пор, пока автобусы не уехало. И все стали делать, дети подражают, и все стали удержаться. Я когда увидела вот эти ладони через стекло, не выдержала и заплакала. Все, давай тогда. Есть, есть, все, 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 все. Сейчас грузим еще сумки. Давай, давай, твои сумки. И Сирия появилась точно так же, потому что она в составе делегации СПЧ поехала в Сирию, и там к ней подошли доктора и сказали, Елизавета Петровна, простите, мы, наверное, не имеем права, но у нас санкции, у нас дети не получают простые препараты, просто потому что санкции, потому что крупнейшие фармпроизводители нам не поставляют эти препараты. Что нам делать? И всем было понятно, когда она вернулась из этой поездки, служебной, назовем ее, как член Совета по правам человека, она уже вернувшись как благотворитель, как Лиза, как доктор Лиза полетит в Сирию. Всем это было понятно с самого начала, просто потому что ее попросили о помощи. В районе Сочи этим утром, через несколько минут после взлета, пропал с экранов радаров самолет Минобороны. На его борту находился 91 человек, 8 членов экипажа и 83 пассажира. Мы действительно были очень счастливы. Это же трудно это словами уловить. Это было такое счастье, которое такое сильное, что ты ее даже не ощущаешь, ты ее просто так есть. И даже сказать, ну, знаешь, ты ходишь по полу, а если пол не будет. Но это счастье было как пол. Ты даже о нем не думаешь, что это презумирующее. Это так и должно быть. Весь прошлый год, сразу после ее гибели, очень многие ее близкие люди, они все говорили, что таких, как Лиза, нет. Лиза была уникальна, Лиза была святая. Лизину миссию не повторить. Никто не может как Лиза, никто не будет как Лиза. Я хочу показать людям, что как раз можно как Лиза и нужно как Лиза. И что каждый, кто делает маленькое доброе дело, он уже как Лиза. Для нас, современных христиан, святость понимается как нечто сверхъестественное. Знаете, когда вот почти ангельское, что ли, да? Это не совсем правильно, а может быть, вообще неправильно. Патриарх Павел как-то, ну, он известен даже здесь в России своим высказыванием. Будем людьми. На зербском это звучит. По-русски это как будем людьми. Вот осуществляя вот это свое человеческое предназначение по отношению к другим людям. В общем-то мы осуществляем это призвание, которое от нас ждет Бог. Иногда в семьях с больными я вижу столько любви, что понятие о ее бесконечности становится реально ощутимым. Это не поправленная подушка или повернутый вовремя набок больной. Не миска бульона, не икра и не цветы. Это преданность, прощение, терпение и привязанность. Там не бывает обид и недомолвок, нет вздохов и жалоб тоже нет. Есть данность, любовь. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его. Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был над, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. Тогда праведники скажут ему в ответ. Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Субтитры подогнал «Симон»